Девушки отдыхают А ты? Я в участке Соседи скоро в Нью-Йорк на ПМЖ переезжают И всю эту роскошь продают Роскошь это громко сказано У них конечно два туалета Но оба ж на улице Пойдем, поможешь мне Мы просто обязаны купить этот участок первыми Это песня о том месте Где сердца все бьются втах Если вы не были в Одессе Значит что-то тут не так Там море черное Встречает на берегу Там ждет меня уютный домик В который снова Подержу домик у моря Мам, ну ты там ищешь или опять читаешь? Да еле нашла Ну ей же полтинник красная цена Но этого все равно мало Обозвонила знакомых Все на бабах А Прошкина? У нее же денег всегда немерено Ты про Ленку что ли? Ты же скручь Макдак в юбке Ее снега зимой не допросишься А ты говорила, что у нее бывают приступы щедрости Когда она подшафая Ты что, предлагаешь ее вот так вот в наглую споить? Небо смотрело на Коганса, как на покойника Кровавый закат, растянувшийся на весь горизонт Словно пытался его о чем-то предупредить Чтоб тебя прямо ощутило, как инфаркт подмигнул Эй! Эй! Кто-нибудь может поднять мне эту заразу? Да, слушаю Алло Хотелось бы сделать небольшое уточнение По поводу моего свадебного костюма Да куда тебе жениться Если ты пальцем в нужную кнопку попасть не можешь Слушай, Ленка А ты помнишь Как нам в общежитии по трубе пытались женихи залезть Да-да-да-да-да А ты намазала трубу маслом И дразнила пацанов в мокрой майке без лифчика Ой, а они падали и карабкались снова Падали и карабкались Да, смешно Слушай, а здорово вспомнить былые годы, да? Может встретились бы как-нибудь в ресторанчике И поболтали бы в волю Хорошая идея А когда тебе будет удобно? А я сейчас в ежедневнике посмотрю Ой, блин До конца месяца все забито Ну разве что Вот прям сегодня можем поужинать? Ну можно и сегодня И мужа своего захвати А муж нам зачем? Она просто соскучилась по мужской компании У меня с мужиками так все не сложилось А так хоть будет кому стучек пододвинуть Поухаживать, анекдот рассказать А, думаю Можно и с мужем Гоган знал Что теперь ему предстоит заглянуть в глаза К каждому потенциальному свидетелю И тот хоть чем-нибудь Но обязательно себя выдаст Попалась, сволочь Думала, я не видел? А ну вылазь оттуда, скотина Сволочь усатая А ну вылазь оттуда, скотина усатая А ты тут шел? У Кулачева играйся Пока спал Одна вша облохастая Сожила все запасы сарделек Да ладно тебе Кусочка сардельки жалко стало Жалко? Я же сам не доедаю Не надо было тебе прямо из кастрюли жрать Если бы из-за тебя 8 литров борща не скисло Жанка бы тебя от стола не отлучила А вообще, что ты не можешь сам себе нормальной еды купить? Ну я сейчас в режиме жесткой экономии Собираю на подарок Ритке Хочу, чтобы она меня простила Про подарок это у тебя хорошая мысль Молодец Слушай А пять минут назад ты ничего такого странного не видел? Видел! Как одна морда наглая встала и пошла С моей сарделькой в зубах Думаешь, я не достану, да? Я сейчас возьму удочку телескопическую И выпью каждую украденную колонию Сынуля, мне надо будет скоро по делам Я тебе все погладила Наденешь на Олимпиаду Ага, спасибо Ты что это? Ты так к Олимпиаде готовишься? Не рано расслабился, а? Мам, там такие соперники, что я в любом случае выиграю Мам, подожди Ты говорил, что у вас там есть какой-то Бояркин Тоже умный мальчик? Бояркин в Америку свалил Наверное, моей конкуренции испугался Хотя он был единственным достойным соперником Сынуля, а ты знаешь, что достойные соперники делают нас сильнее, заставляют нас не расслабляться и быть в тонусе Мам, не переживай, я в этом сезоне школьную на полном расслабоне взял Так что и на городской всех порву Сумоуверенность, это, конечно, хорошо Держи вот с орехами, чтоб мозги лучше варили Удачи Давай У меня и так мозги варят Ну, получилось же у меня когда-то самого себя убедить Боря, это вкусно Боря, это ням-ням Дерьмо А ты все над моим хаотиком кружишь Теперь придется у родных людей майонез стырить С ним все как оливье Вот это все, между прочим, из-за тебя И ты у меня хочешь еще и последнее забрать? В общем, договорилась я встретиться с Ленкой в ресторане А она попросила меня с мужем прийти Мам, ну ты можешь хотя бы на полчаса отложить эту свою дурацкую книжку Походи, тут же самый накал Коган соблазнил Эли В темноте, думая, что это Нора А Нора, скорее всего, вообще мужик С негативами от секретной антенны Я водички попить или тоже скиснет Так что ты хотела? Договорилась с Ленкой встретиться в ресторане Она попросила с мужем прийти Но Алене, он же из принцип денег не одалживает Да Ну так что делать? А что за Ленка? Да ты не знаешь Пару месяцев со мной жила в общаге, пока ее не отчислили Так а что ты с ней? В ресторан идешь? В Краснопольске уезжают на ПМЖ Да ладно Подают свой участок, он же мне всегда нравился Ну это, думаю, встретиться с ней, знаешь так, пообедать Между делом, по-дружески, денег одолжить Можешь не мучить свои ресницы косметикой, денег она тебе не одолжит Почему? Потому что, чтобы она тебе одолжила денег Ее нужно расслабить Создать легкую, веселую атмосферу А твой Леня разве это умеет? А он наверняка начнет праватно-морливые повязки раскатывать Блин, правда Ма, а? Ну что делать? А я тебе скажу, что делать Взять с собой в ресторан кого-то более обаятельного Того, кто знает тонкие струнки женской души Бояркин, привет! Привет! Что, решил мне удачи пожелать перед Олимпиадой? Да я тут на лето к бабушке прилетел Но решил заодно порвать тебя на Олимпиаде Там как раз вопросы будут на тему древних римлян Так что, ты у меня сегодня падешь как Карфаген А твои родители не разорятся, если ты каждое лето из Америки будешь к бабушке летать? Очень смешно, почти поверил А это разве сильно похоже на статуи свободы? У меня вторая линия, все, пока Встретимся на Олимпиаде Жанет, стучаться надо Откуда ты узнала, что это я? Я с тобой в браке не один год прожил и твое приближение чувствую издалека Тем более, когда рядом зеркало Где-то я тебя уже в этом костюме видела Лет двадцать назад на нашей свадьбе Я в нем недавно на документы фотографировался Не мучь ты это старье На вот, Ленин хороший костюм, примерь Он одежду очень бережно носит Старье? Я в этом костюме еще Ритку из ЗАГСа на руках выносить буду Ну, как хочешь Я знаю твой секрет Если хочешь, чтобы об этом никто не узнал Через час в саду в кормушке для птиц должно лежать две тысячи гривен Доброе утро, любимый А тебе зачем мой костюм? Это? Да я в гараж ходила Нафталин от моля искала Представляешь, эта сволочь уже до твоего костюма добралась Ты что так поздно встал? Ты не приболел? Отвозил клиента до Дмитровки И так диск погнул, что крепление закинуло Потом пол ночи запаску менял Что, прокуковал всю ночь опять на работу? Ну да, а что без дела сидеть? Ну с Богом Подожди, а костюм же из полиэстера? А Моль синтетику не ест? Там уже неразборчивая попалась На что села, то и съела А бабочки Моли одежду уже не едят Только те, что еще гусеницы Слушай, ну у меня работы по горло А ты тут мне в мире животных устроил Ну если тебе что-то непонятно, залей в шкаф и расспроси Моль напрямую Ах ты маленький шантажист, решил на бабушке нажиться Бабушка, понимаешь, мне просто очень деньги нужны и прямо сейчас Прямо сейчас я тебе задницу надеру Иди сюда А то что? Стоять мы не договорили Думал, самый быстрый? Побыстрее тебя хапали Бабушка, а ты что, ходишь? А ты про какой секрет в записке писал? Ну, про то, что ты у соседей из почтового ящика журнала крадешь Ах, ну за такой секрет ты многовато попросил За такое только то, что в конверте получил дают А за секрет, что ты умеешь бегать, можно попросить и больше А с чего ты вообще взял, что у меня деньги есть? Бабушка, ты покупаешь дорогие духи, а потом переливаешь пузырьки дешевых У твоей кровати губка, чтобы смачивать палец, когда считаешь деньги Ну а там у тебя под одеждой не складка, а ремень-кошелек Продолжать? Нет, хватит этого Ты смотри, какой наблюдательный Кстати, к чему эта вся фигня с коляской, не могу понять Много будешь знать, скоро состаришься, понял? Спасибо, бабуля Неужели человеку приятно быть таким грязным приятным? Ты что, нормальная пиджака В чем тут твой пиджак? Про таксиста, смотри, какая грязная машина Надо бы валю ее выживать Ресторан Бригантина, пожалуйста Ресторан Бригантина Делается уже Леночка, привет! Ой, ну наконец-то мы с тобой встретились Ой, ты почти не изменилась Прекрасно выглядишь Привет, ты тоже Слушай, это же как-то похорошел Знакомься, это мой супруг Борис Я Лена Очень приятно познакомиться Очень приятно Ну что, девчонки Присаживаемся Кольца вздрогнем по маленькой Завстречу Под мясную навязочку Я сегодня сорок семь дней без спиртного Решила завязать Так что только сок Простите, надо сделать один важный звоночек Сейчас скажем, что у тебя болит живот И уйдем Мне мраморная стейка Коньяку, граммов Бутылочку Так Стойте Ты слышал, что я тебе только что сказала У нас нет денег Мы не можем позволить себе Никакой стейк Стейк, потому что уже готовится С остальным мы пока разберемся Ты совсем упала у нас голодухи Я же тебе говорила Она трезвая нам ничего не одолжит Да не родилась ничего этого баба Которого я не смог бы споить Пока она не видит Ей в сок Коньяку нырил А вдруг она заметит? Да не заметит Терять все равно нечего Да не брал я твою зарядку У меня вообще другой разъем Никак, это тупой прикол Фига себе Куда у тебя столько бабла, малой? А ты где столько взял? Если не ответишь, откуда они взялись Потом не спрашивай, куда они делись Мне бабушка дала Капец Нормально? Кохан сбросил опустевший револьвер с пирса Глянув в лица подступающих врагов Он встал в боевую стойку И ухмылился Так вот ты значит какая бабушка Нам когда Марк все рассказал, да мы офигели просто А это все неправда Мало ли какие фантазии у ребенка Да какие фантазии, мы сами видели деньги Ему ты значит дала, а нам? Вот вы о чем Просто мне в голову пришла мысль, что Я никогда на его днях рождения не была Вот я одним махом за все праздники упущенные и поздравила Стоп, подожди Бабуля Откуда у тебя вообще деньги? Ну зачем вам загружать свои головы моими старушечьими делами? Они наполнены драматизмом, корвалолом и никчемностью бытия Не-не-не бабуль, давай выкладывай все как есть Тут и выкладывать нечего Ну ладно Однажды я влюбилась в моряка Что, Леня, вижу, что песочек уже сыпется, да? Опрятность, визитная карточка одесского таксиста А ты бы он лучше уборочку в своем курятнике сделал Или твою машину только дождик он моет? Визит, ты бы лучше так за своей женой смотрел, как за моей машиной А мне за женой следить незачем Я ей доверяю Доверчивый? Эту кашу я с кем-то Фуцином подвозил до ресторана Так она его чуть на руках не носила Она ему говорила, борюся то, борюся сё Борюся? Да, борюся И она такое платье на ней была надета Так для тебя она такое не надевает Перед тем, как последний раз выйти в море Он нарисовал и подарил мне мой портрет Помню, как сейчас Я сидела на стуле, а мне была сиреневая шляпка А он Бабуля, а так это что, это наш дедушка? Нет, что ты Это уже было после дедушки Ну а что потом? А потом он утонул Где-то в Карибском бассейне Я так долго хранила эту картину Она мне просто родной стала А сегодня, когда сдавала её перекупщикам на Староконке Дедушка, кому к горлу поступила? Бабуль, ну зачем же ты её продавала? Ой, дети, не спрашивайте Просто поддалась порыву оставить горькие воспоминания Бабуля, мама знает, что ты картины продала? Нет, что ты И не должна знать Она маленькой Страшно привязалась к этому моряку Даже однажды чуть папа его не назвала Так что, дайте мне слово, что вы никогда не расскажете об этом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло? Интернет-магазин «Он шпион» Здравствуйте! Менеджер Максим. Слушаю вас! Здравствуйте. Интересуют ваши супер очки. Сыну на подарок. Те, что у вас за две тысячи. Так что привозите их по адресу Приморская, 13 и сразу же отдайте ему прям руки. К сожалению, данная акция закончилась. Полная цена очков – три тысячи гривен. Блин. Простите, что? Извините, это не вам. Ну, давайте за три. Ему и бабушку добавят. Слушай, а вот это помнишь, как мы на кухне джинсы варили, а Семенов-збадунал выпил полкастрюли, как компотен. Да-да-да-да. Ой, а ему же еще потом скорую вызывали, да? Да, о, было время, было время. Сейчас даже вспоминать грустно. Девочки, а я предлагаю еще по пять капель. Да, личная мысль, а то как ты меня подсушила. Ага. Ну что, за нас? За нас! Такой сок офигенный. А потому что ты никогда такого не пробовала, а? Как называешь, а? А это импортное. Э-э-э-э. Она дико маракуй... А, супер. Ну, что ж ты, Ленки, не подливаешь? Видишь, как человеку хорошо сок вошел. Посмотрите, я вам еще этой маракуйовины. Да? С огромным удовольствием. А, так вот, значит, мне сказала, что у тебя сегодня моль, а сама с этим трудным в ресторан махнула. Какая моль, какой трудинь. Это кто? Это мой брат, Леня. Мы с ним отлучимся на секундочку. Жанна! Ну, что? За любовь? Брат, значит. Да мне все понятно, Жанна. Да погоди ты. Все совсем не так, как тебе могло показаться. Показаться? То есть то, что ты пошла с этим хлыщом Борей в ресторан, мне просто кажется, да? Ну, я просто пригласила сюда свою подругу, чтобы одолжить у нее денег на покупку участка у Краснопольских. Ну, я просто хотела расширить нашу территорию. А со мной по этому поводу советоваться не надо. Конечно, надо. Конечно, надо. Но действовать надо было срочно. Для того, чтобы тебя убедить, надо много времени. Ну, допустим, допустим, я на секундочку поверил в то, что ты тут по этому делу. Ну, объясни мне тогда, что тут делает этот лобелас с гаражной раскладушки, а? Так, для того, чтобы ее развлечь. Создать для нее такую атмосферу, чтобы она легко могла одолжить. Да? А почему, что ты взяла с собой Борю, а не меня? Ну, потому что Боря, он... Что? Он более коммуникабельный. Подожди, подожди. А я что? Я не могу побыть душой компании? Вспомни, как на юбилею в ресторане все обхохатывались, когда я рассказывал о строении противогаза. Все смеялись, потому что ты говорил в ложку. А если откровенно говорить... Ну, не понимаешь, ты... Ну, как тебе это объяснить? Это... Я просто скучный. Ты это хотела сказать? Ну, не скажешь, ну... Не отбежайся, я тебя прошу, иди домой, а? А я... Я вернусь и все тебе объясню, ладно? Все, родной мой. О, наконец-то! Ну, горячий остынет, ты-то хочешь? Ну, может, еще посачков дарим, а? Любезный, можно еще один прибор за этот столик? Нарисовался не с Андрюшки. Вы не возражаете, если я составлю вам компанию? Конечно, присаживайтесь. Я и не знала, что у Жаны такой симпатичный брат. Где ты его прятала? Помню! Ты мне Шурин! Хотите? Шутку расскажу. Давайте. Вот вы знаете, как молдаване заземляют вам? Нет. И как? Насыпают в нее земли. Заземлять же, правильно, провода. А они думают, что заземлять, это как будто с землей. Ну, тогда готовьтесь смеяться весь вечер. У меня этих шуточек в запасе. Два вагона полковников. Чего? Каких полковников? Полковники в запасе. Это я вот сам только что придумал. Бабушка! Опять ты? Я еще не успела за тобой заскучать. Надо, чтобы ты мне еще тыщу дала. Молодой человек, а вы сказку о золотой рыбке читали? Читал. Но мне больше нравится биография Павлика Морозова. Представляешь, ждал собственного отца. Ужас. Ну, ты посмотри на него. Откуда ж такая наглость? Тебя мало ремнем пороли, так я сейчас восполню этот пробел в воспитании. Ну, давай. Но только, чтобы достать ремнем, придется чуть-чуть привстать. И еще. Давай всех позовем, чтобы они на это посмотрели. Лиз, Никита! Ша, ша, ша. Ты что раскричался? Ну, лучше услышать. Ты ж только опять Лизе с Никитой не сболтни, балбес. Алло? Да-да, Приморская, 13, все верно. Ага, через пять минут вас будет ждать мой сын. Да-да. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Марко Шкуляк? Да. Получите? Вот здесь. Хорошо. Ой, Леня, вы такой сутник. А этот стол, наверное, делали в школе на трудах. Такой маленький, что вы меня все время на кой задеваете. Ленка, а ты помнишь нашу Ирку-модницу? Представляешь, она сейчас на седьмом километре. Да, кто бы мог подумать. Леня, вы такой интересный. А ваша жена, наверное, с вами вообще не скучает. Да моя жена меня их за мужа не считает. Вот недавно узнал, что ее стали замечать по городу с другим мужчиной. Мужа, и вы терпите. Раньше терпел, но теперь, думаю, будет развод. Это ж какой надо быть дурой, чтобы потерять такого мужика. Боря, муженек, а пригласи-ка любимую жену на танец. Прошу. Елена, может, и мы с вами? Ну что, бабуль, пожелаем неудачу на Олимпиаде? Хотя нет, не желай. Она нужна только неудачникам. Ну-ну. Ты можешь хотя бы не запросить подобие страсти. И мне надо было менять и лупнуть в дурацкий танец. Только покушал. Чего я надеялся? Хоть пошел, не дави, не дави, не дави. Хоть я тебя задушу собственными руками. И руки чуть ниже опустить. Купи. Аккуратно. Пересекай экватор. Леночка, может, мы с тобой носик прибудем? Жанночка, давай не сейчас. Я помняшу. Блин. Да? Ой, Леночка, извини, пья на минуточку. Лен, я понимаю, что у тебя сейчас нехватка мужского внимания. Но я бы не хотела, чтобы у тебя с моим братом была интрижка. Не поняла. Ну, понимаешь, ты его поматросишь и бросишь. У него очень, очень ранимое сердце. И если его разбить, то будет беда. Да не переживай, ты не буду я его матросить. Такой бриллиант, как твой Леня, встретишь нечасто. Это не баламут, как твой Борис. У меня на Леню серьезные планы. Слушай, тут ничего так, чистенько. А ты что, я не без ура насмотрелась? Ты как маленькая. Затащу его сюда, ну и... Нет. Да ладно, расслабься. Он взрослый мальчик. Одну половину города убил, вторую соблазнил. А на негативах вместо антенны рунические символы. И откуда у автора столько фантазии? Ну, и где мои поздравления? И не сомневалась в твоей победе. Даже по этому случаю тортик заказала. Вот когда все вернутся, отметим сладеньким. То-то же. Ну, раз Леня больше анекдотов не рассказывает, расскажу я. Лосиха. Как ты застряла между двумя соснами? Леонид, а не пора ли нам с вами выпить на брудершафт? Ого, да это же с поцелуями. Отдавайте. Все. Тихо, нет. Хватит. Ты что? Ты действительно решил на глазах собственной жены с чужой бабой целоваться, да? А что? Ты же вон пошла в ресторан с бывшим мужем, выдав его за теперешнего. Значит, и мне можно. Стоп! Я сказала, горе. А я же для тебя скучный. Я же ничтожество. А что, со мной даже нельзя пойти, чтобы у подруги денег попросить? Да пошли вы все с вашими хитромудрыми схемами. Молодец. Правильно. Клина, прости меня за весь этот цирк, который я тут устроила. Я даже не знаю, что мне теперь тебе сказать. Ты что, пришла, чтобы у меня денег одолжить? Вот это совпадение. В смысле? У меня сейчас проблемы. Я в прошлом году прогорела, а теперь нет денег даже сыну третий курс института оплатить. Ты когда мне позвонила, я подумала, вдруг одолжишь. Нормально! Да, это обидно. Ну, проучиться два года и свалиться. Ну да, это другое вообще. Слушай, ну, у меня есть небольшие запасы, ну, на зиму. Ну, бери меня завтра, раз такое дело. Отдолжу. Да? Жанночка, реально выручишь. Спасибо тебе, моя хорошая. Послушай, ты не тормози. Ты сейчас Леню своего догоняй. Давай, беги. Ну, на. Беги. Ну, ладно. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо, что не уехал. Прости меня. Я такая дура. Да разве дура такие схемы придумает? Дурой ты была, когда замуж за такого скучного мужика выходил. Лёна, да ты что, Лёнечка? Ну, конечно, не Жванецкий. Бываешь занудно. Но я же люблю тебя не за это. Я люблю тебя за то, что ты рассудительный, надёжный. Что ты ещё раз всё перепроверишь. Короче, одним словом, параноик. Да? Лёнь, Лёнь, ты... Вот знаешь, почему я вышла замуж за инженера по технике безопасности? Наверное, стабильная зарплата. Чтобы чувствовать себя в безопасности. Повеселиться ей на привозе могу. Всё, не надо плакать на метро. Эта чрева так и не активит. О, бабуль, ты дома? О, как раз на тортик подоспели. Нам сегодня Марк сделал повод. Так что давайте к столу. Сейчас родители придут. Ба, тут такое дело. Какое дело? Я же сказала, денег уже нет. Бабулечка, мы не про то. Нам стало очень жалко, что ты продала эту картину. И что теперь так переживаешь. Так что мы решили отыскать её на строконке. И выкупить обратно. Смотри. Та-дам! Как вы догадались, что это именно та? Ну, ты же сказала, сидя на стуле в сиреневой шляпке. А? Боже, это по-вашему я так плохо выгляжу? Ой, я хотела сказать, какие ж вы у меня молодцы. Мы дома! Скорее уберите картину, пока мама не увидела. Да мне! Привет! Привет! Прости, что задержались. А, тортик! А где наш вундеркинд? Если вы имеете в виду вашего сына, то он у вас за спиной. Ну? Вы не въезжаете? Нет. Это лавровый венок. И олимпиада была про Древний Рим. Вы ничего не понимаете в тщеславии. Ты выиграл! Молодец! Умница! Сынок, сынок! Какой же ты молодец! Хоть кто-то из нашей семьи выбьется в люди. Подожди, ну, есть же еще Лиза, Никита. Да, их я тоже учил. Так, Боря, я не поняла. Да не жадничали и больше. Да расслабься. Я все это заметила еще час назад. Просто виду не подала. Хорошо идиот, у тебя одна рука легкая. Ну, так, годы тренировок. Ну-ка, попроси-ка их врубить кондиционеры по полной. Да, что-то жарковато. Тут нет. А вот на танцполе сейчас будет жара. Лень, ну, хватит уже всех мучить. Я же просила чай разлить, а не накапать. Давай быстрее. Это я потихоньку лью, чтобы чашки от резкого перепада температуры не треснули. Ой, тут какая-то надпись. Миром правят оч... Очкарики. Мам, вообще-то ребенку может быть обидно. Да ладно. Наш Марк слишком умен, чтобы обижаться на эту глупую шутку. Да, внучок? Ну, выпьем за нашу светлую голову. В этот век лжи и обмана Марк своими мозгами без всяких подсказок выигрывает одну Олимпиаду за другой. Да, Марк? Да. Да, бабушка. Но за такой тост надо было пить стоя. Марк, за такие шутки могу всыпать ремня, несмотря на лавровый венок. Записал? Да? Да. Вы сказали, что собрались купить подарок Гриете, чтобы эта прекраснейшая женщина вас простила. Может, кофе? Какой кофе? Ты думаешь, что измены можно простить кофе? Куплю ей золотишко. Присаживайся. Все, всем спокойной ночи. Спокойной ночи, горячий. Спокойной ночи. Да не смешно. Не смешно. Хороший трюк с тортом. А давай ближе к делу. Что тебе от меня нужно? Тебе, наверное, интересно узнать, откуда у меня информация о прачке. С курьером. Прокололся. Браво. Раскусила. Не торопись. Нам есть о чем поговорить. Согласись. Не каждый день встретишь такого собеседника, который побеждает практически на всех олимпиадах и конкурсах. Но все ли так однозначно? Точно так же неоднозначно, как и дела одной моей знакомой в Израиле. У нее такая интересная жизнь, что хочется не только узнать подробности, но и рассказать всем остальным. И, кстати, если покопаться в глубинах интернета, можно даже найти фото этой самой знакомой на сайтах криминальных сводок. Уверена, у нас есть что сказать друг другу. Но, может, все-таки стоит объявить паритет? Предлагаешь договориться? Именно. Так что, по рукам? И вот, значит, она такая вся из себя бросается на меня и лижет мне лицо. Чего? Наша с Ритой будущая собака. Какая собака? Которую мы с Ритой купим после того, как она меня простит. Да ты меня вообще слушаешь или нет? Ладно, я пошел. Вы сначала расплатитесь. Так у меня денег нет. Наверняка, у меня есть, но это на подарок Рите. Я же тебе рассказываю. Я буду вынужден звать охрану, уважаемый. Да, это что? Что я Рите подарю? Что я Рите подарю? И ты хочешь за дарелку Макаронов разрушить любовь? Охрана! Ай, черт с тобой. Как мы с Ритой хотели назвать наших детей? Остаешься без чаевых. Это песня о том месте, где сердца все бьются в тахт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова подержу домик. Умора, умора, умора. Субтитры подогнал «Симон»